Здравствуйте, уважаемые коллеги! Внедрение новой учебной программы по русскому языку требует интенсивного поиска инновационных технологий. Обучаясь по данной программе, учащиеся день за днём из урока в урок должны владевать всё новыми умениями и навыками в процессе активной учебной деятельности. По предмету «Русский язык для школ с нерусским языком обучения» в третьем классе третьей четверти изучаются две темы – искусство и выдающиеся личности. Сквозные темы позволяют успешно решать образовательные задачи. Хочу поделиться с вами опытом по реализации цели обучения на уроках русского языка. В каждом классе ученики усваивают разновидности речи, которые имеют практическое значение, жизненно необходимое ребёнку. Для того, чтобы соблюдать преемственность в работе, речевой материал был распределён по классам. Предлагаем таблицу типы и жанры текста. Во втором классе даются тексты описания птиц, растений, животных. К третьему классу дети уже знают, что такое текст, заглавие, композиция, абзац, план. Эти понятия необходимы для того, чтобы ученики осознанно работали над своей речью. Для реализации цели определять тексты разных жанров, различать повествование и описание, предлагаем сравнить два текста. В начале урока необходимо ознакомить учащихся с ключевыми словами, объяснить их лексическое значение. Затем дети, которые имеют хороший навык выразительного чтения, будут читать тексты, экскурсии в Музей искусства и описание картины Кумы с казахстанской художницей Гульфа и Русман Суровной Смаиловой. Учитель может задать следующие вопросы. Куда ходила замат с одноклассниками? Что находится в Музее искусства? Какая картина привлекла внимание героя? Опишите ее. После беседы учащимся предлагается прочитать тексты самостоятельно и озаглавить их. Придуманные заголовки учитель записывает на доске, разделив ее на две части. В списке дети будут отмечать удачные заголовки. Затем идет обсуждение о том, к какому типу относится каждый текст. Далее группы составляют план пересказа. В процессе данной работы формы навыки, умение планировать высказывания, намечать ход развития мысли, последовательность, определять ведущий тип и жанр речи. Для реализации цели читать выразительно текст его части, используя виды чтения, приведем анализ текста Сухомлинского. Однажды в колхозе не оказалось подходящего участка для маленького школьного виноградника. И Ефим Филиппович отдал свой приусадебный участок. Лет десять он выращивал там саженцы и передавал колхозу. Я видел, как он по нескольку раз осматривал со всех сторон маленький дичок, отыскивая ту единственную точку, где надо произвести прививку. Находит эту точку, появляется росток, и с этого времени начинается то великое волшебство труда, которое делает человека творцом. Среди тысячи трехлетних саженцев я всегда найду один-единственный выращенный руками Ефима Филипповича. На деревьях крона расположена так, что солнце играет на каждом листике, на каждой ветке. Это мастер. Как видите, данный текст отражает сквозную тему выдающиеся личности. Предлагаем прием ознакомительного чтения. Чтение текста по абзацам. Внимание на имена существительные. На первые и последние предложения каждого абзаца. Выделение по ходу чтения значимой информации. Расстановка по ходу чтения условно-графических значков, принятых самыми читающими. Вопросительно и непонятно. Восклицательно и интересно. Галочка – это я уже знаю. Можно воспользоваться любым из них, но сначала нужно напомнить, что ознакомительное чтение – это вид, с помощью которого в тексте определяется главный смысл, ключевая информация. Работа с данным текстом способствует формированию нравственных качеств, читательской грамотности, развития познавательного интереса. Чтение несплошных текстов поможет учащимся достичь цели читать выразительно текст или его части, используя виды чтения. Обратите внимание, что к несплошным текстам относятся графики, диаграммы, схемы, кластеры, таблицы, план помещения, местность, входные билеты, карты, сайты. Ознакомительное чтение несплошных текстов приводится с целью научить детей находить основную текстовую информацию. Конечным результатом будет понимание основной информации. Для реализации целей используются следующие приемы. Определение вида несплошного текста, знакомство со структурой, выделение ключевых слов. Предложенные приемы направлены на формирование навыков функционального чтения, умение оценивать ситуацию и факты, умение ориентироваться в тексте. К тому же работа с несплошным текстом, учащиеся, работая с этим текстом, учатся прогнозировать, объяснять значение слов. Полноценное владение письмом – это владение письменной речью как средством общения и самовыражения. Чтобы реализовать цели, писать связанные предложения по данной теме, создавать постер, и на основе прослушанного, прочитанного, увиденного, делать короткие записи с помощью учителя, предлагаем различные приемы для активизации учебной деятельности. Прием «Придумай концовку текста». Прочитав рассказ, только до развязки действия, учащиеся должны предположить, о чем дальше пойдет речь. Затем все идеи сравниваются с оригинальным продолжением текста. Другой прием – телеграмма. Работая в малых группах, учащиеся читают текст, слова, оставляя самое важное. Рабочие листы собираются и обмениваются между группами. Далее идет обсуждение результатов. На основе данного приема реконструируется текст. Рассмотрим еще интересный прием. Подпиши кадры. Перед выполнением задания при наличии интернета учащиеся смотрят мультфильм «Гадкий утенок». Если нет возможности посмотреть мультфильм, то сказку может прочитать учитель. Далее предлагается рассмотреть иллюстрации к сказке и подобрать подписи кадрам фильма. На данном этапе необходимо провести словарную работу и объяснить значение слов «гадкий» и «вылупиться». К данным словам учащиеся подбирают синонимы. Также необходимо познакомить учащихся со значением слов «кинооператор» и «художник-иллюстратор». Можно спросить детей, как вы думаете, что делают люди разных профессий, данных профессий? Работая над содержанием сказки, учитель задает вопросы. О чем эта сказка? Почему она так называется? С какими друзьями повстречался утенок после того, как ушел из дома? Как закончится сказка? Чему она учит? Как автор относится к героям? Далее можно предложить учащимся пересказать сказку. Данные приемы способствуют формированию умения свободно общаться посредством письменной речи и излагать свои мысли и чувства. Достичь цель пересказывать истории рассказа, используя план и свои заметки, а также понимать ключевые моменты в коротком тексте, можно с помощью следующих приемов. Изменение перспективы. Учащиеся, прочитав отрывок из сказки «Приключения Буратино», рассказывают эту историю с позиции каждого из действующих лиц. «Буратино» рассказывает или «Карабас-Барабас» рассказывает. Следующий прием – преобразование. Учащимся предлагается сделать из интервью сообщения, из комикса рассказ, из монолога диалог, из письма телеграмму и наоборот. К примеру, учащиеся должны представить себя в роли режиссера. Они будут рассматривать комиксы, определять их последовательность и рассказывать сложившуюся историю. В парах обсуждают их правильную последовательность. Далее работу по составлению рассказа можно провести в мини-группах. Учащиеся рассказывают свои истории друг другу и оценивают по заранее предоставленным критериям. По завершении работы учитель задает вопрос, понравилось ли быть режиссерами, о чем бы вы хотели снять фильм. Таким образом идет формирование основных текстовых умений, осознавать тему и основную мысль, отбирать в соответствии с ними необходимые сведения, последовательно располагать и излагать их. Цель понимать значение предложно-поддержанных конструкций можно реализовать с помощью приема текст с пропущенными словами. Предлагаем два варианта. Первый. Учитель раздает лист с текстом, где пропущены слова. Учащиеся работают в группах по двое и заполняют пропуски самостоятельно. Второй вариант. Учитель раздает текст с пропусками и список с пропущенными и лишними словами, которые расположены в алфавитном порядке. Учащиеся работают над текстом в малых группах. К примеру, предлагаем дополнить текст предлогами. Учащиеся будут развивать практические навыки употребления предлогов в речи. Для реализации цели читать выразительно текст или его части, используя виды чтения, подойдет прием, кто читает. Учащиеся получают небольшой текст или отрывок текста для выразительного чтения и список возможных ролей. Каждый учащийся выбирает себе роль, которая, по его мнению, оптимально подходит к тексту. После небольшой подготовки отрывок нужно прочитать так, как прочитал бы его выбранный персонаж. Класс должен угадать, кто это читает и в какой ситуации. Например, ролевая игра «Прими участие в выпуске новостей». Предлагаемые роли ведущей новостей корреспондент-участник. Инсценирование или чтение по ролям способствует более точному пониманию содержания произведения, его образному восприятию, вживанию в роль в образ героя, формированию и отработке навыков выразительного чтения. Чтобы реализовать цель, понимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем знакомые слова, можно применить игру «Самый внимательный зритель». Учитель раздает парам билет Санкт-Петербургского Большого театра «Кукол». Учащиеся самостоятельно считывают всю информацию в билете, какой театр, какое представление, время проведения. Дети выступают по желанию. Выбирается пара, которая лучше всех изучила билет. Если это задание вызывает затруднения или выполнено наполовину, учитель может задать вопросы, которые помогут внимательнее изучить билет. Несплошной текст. Надо обратить внимание детей на все записи знаки в билете, которые несут определенную информацию. Затем учащиеся читают стихотворение Берестова о кукольном театре, находят ответ в тексте и зачитывают, чтобы попасть на спектакль, надо обязательно купить билет. У вас есть билет? Какую информацию вы узнаете по нему? Учитель называет самую внимательную пару. Вопросы для помощи учащимся в случае затруднения. Какой театр дает представление? Назовите его адрес. Что можно посмотреть в театре кукол? Когда можно посмотреть? Во сколько начнется спектакль? Сколько стоит билет? Что еще вы узнали? Что означает цифра 6+, работа с несплошными текстами развивает навыки функциональной грамотности и творческие способности? Для реализации цели участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник, дополнять высказывания собеседника, предлагаем следующее задание. Учащиеся отвечают на вопрос, кого называют мастером своего дела. Можно их информацию дополнить и вместе сделать вывод о том, что людей, добившихся хороших результатов в своей работе, называют мастерами своего дела. Затем учащиеся рассмотрят иллюстрацию, создадут диалог, три-четыре реплики, которые мог бы состояться между гончаром, например, и покупательницей. Можно продолжить создавать сценку с соседом в аппарте и представить классу. Для расширения знаний в области словообразования можно предложить поработать с ключевыми словами. Сначала учащиеся озвучат лексическое значение слов, потом составят предложения с родственными словами и запишут их в тетрадь. Например, мастер, мастерить, смастерить, мастериться, мастеровой, мастерская, мастерство. Данная работа способствует успешному формированию коммуникативных умений третиклассников. Уважаемые коллеги, мною были предложены приемы реализации целей обучения в рамках обновленного содержания образования на уроках русского языка в третьем классе третьей четверти. Надеюсь, они будут вам полезны при подготовке к уроку. Спасибо за внимание. Желаю творческих успехов.